Я Шон Эмерик, исполнительный продюсер Уиллман. Эту игру мы называем идеальным симулятором погонь. Она погружает геймера в атмосферу голливудского фильма. Игра очень быстрая и простая для освоения. Множество суперприемов мы позаимствовали из голливудского кино. Чтобы не прерывать ритм игры и не заставлять вас часто выходить из машины, мы придумали прием Air Jack. Возможность воровать авто прямо на ходу. Мгновенно перепрыгиваем в следующую. Без остановок, не прерывая геймплей. Вот эту конкретную миссию нужно проходить именно со сменой авто, потому что враги слишком сильные. Важный элемент игры — ближний бой на машинах. Для него используется правая рукоятка контроллера. Ее нужно мотать вправо и влево. Причиняет огромный урон. В голливудских фильмах никто не долбится подолгу друг о друга, везде масштабные столкновения. Видите, крупное разрушение. Мы хотим, чтобы игрок 3-4 раза ударился о машину врага, и та уже разваливалась на куски. Это настоящая драка автомобилей. Оба эти движения доступны в любой момент. Это работает и на грузовиках, и на мотоциклах, и на скутерах. С любого транспорта можно перепрыгивать на ходу. Также игроки смогут выполнять движение «Циклон». Оно пришло из фильма «Крепкий орешек 3». Брюс Виллис дергает за ручник, разворачивает машину и стреляет, пока она поворачивается. Это движение есть в игре. Включается вид от первого лица, и вы должны 3 раза попасть в двигатель вражеской машины. Готово, взрывается, и вы возвращаетесь к действию. То же самое можно делать и без разворота. Можно стрелять не только в двигатель, а, например, в шины или в водителя, выбирайте сами. Вот сейчас, по-моему, он метится в голову у водителя. Можете устраивать аварии, устраивать на дороге хаос. Мне очень нравится плотно встраиваться в поток машин и смотреть, как враги пытаются ко мне подобраться. Стреляем в двигатель, и нам показывают, как машина смачно разрывается. Можно также делать комбо. Если вы несколько раз подряд бьете по врагу, то каждое столкновение наносит ему все больший урон. Герой может стрелять из окна. Иногда враг нужен живым, и тогда стоит метиться в шины. Если пассажир машины вооружен, можете убить его, а потом перепрыгнуть в чужой авто. Наша машина горит, нужно быстрее выбираться. Прыгаем вперед, не приходится выходить, бежать по улице, открывать дверь. Герой перепрыгивает моментально, без задержек. Главного героя по имени Майло Бьюрик играет Вин Дизель. Майло – агент под прикрытием, который приезжает в Барселону для выполнения мелкого задания. Но раскрывает огромный заговор. Ему нужно сотрудничать с тремя группировками в городе, он работает на них водителем и зарабатывает доверие. Ближе к концу игры вам встретится миссия под названием «Баланс сил». Здесь три группировки начинают выяснять между собой отношения. Вы можете выбрать, какая из них вам больше нравится, и сменить таким образом одного из боссов игры. Так что судьбой героя можно управлять. Вин дает нам две большие вещи. Во-первых, он свой человек в Голливуде, который помог найти для игры сценариста. Нет, это не Вин Дизель. Мы не различаем глобальную историю и сюжет миссий. Они гармонично друг друга дополняют. Сюжет интегрирован в сам процесс. Плюс 105 сторонних миссий, они уже сами по себе дают самостоятельную игру.